Приветствую самых стойких зрителей подробностей недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Мы продолжаем цикл сюжетов о вырубке украинских лесов. Ведь деревья в нашей стране валят повсеместно. С молчаливого согласия правоохранителей и лесничих. Противостоять незаконному уничтожению пытаются только местные жители. Вот буквально на днях в нашу редакцию обратились люди из одного села в Ивано-Франковской области. Они утверждают ситуация критическая. Карпатский лес уничтожает нещадно и бездумно. А ценные деревья, которые не успевают вывезти, просто бросают в болото. Наш Руслан Смещук поехал на место. Говорит, масштабы вырубки действительно поражают. Вначале мы едем на машине. Дальше только пешком. Ти тяжело потом мгновенно покрывает лицо. Но иначе до порубок не добраться. Они надежно спрятаны от посторонних глаз. Впрочем, по пути к основному месту вырубки полно пней. По годичным кольцам наши сопровождающие определяют возраст срубленных деревьев. Под пилу пустили все. И столетние ели, и совсем молодые деревья. Хотя еще несколько лет назад в местном лесхозе обещали. Эту рощу не тронут. Они сказали, что они его лишают, чтобы рассадник, чтобы рассеивалось шишок насиняя этого леса. На сегодняшний момент мы видим, что вырубали лес. Лишь лишился вот там березовый лес, вот тут. А этот лес они уже донешивают до ручки. Вот интересный момент. Здесь вы можете видеть спиленные живые деревья. Так называемая деловая древесина, дорогая древесина. Из нее можно сделать что угодно. А вот тут стоит себе вполне сухое дерево. Хотя его должны были срезать в первую очередь, а не вот эти живые деревья. Причина таких действий банальная. Жадность. То дерево, чтобы порезать на куски, в кругляку продать. Где-то 5-6 тысяч гривен так может стоять одно дерево. Может где-то до 10 тысяч. Это как сыровину, да? Как сыровину кругляк. Черных дровосеков не останавливает никто и ничто. Ведь с помощью пилы они пилят себе состояние. А карпатский лес исчезает. Темпы вырубки поражают. На восстановление вот этого участка нужно лет 70-80. Но похоже, у леса этого времени попросту нет. Весь массив вырезают быстрее, чем он успевает восстановиться. Мы идем дальше, мимо брошенных и гниющих стволов. Находим дорогу, по которой гусеничная техника вывозила бревна. Вот честно говоря, такие дороги я видел только на востоке страны, в зоне АТО. Но там идут боевые действия и двигаются танки. Ну а здесь мирная территория. Вскоре видим сотни, тысячи деревьев. Они просто лежат вдоль заболоченной дороги. Возможно, их не смогли забрать. Такого не видели даже местные жители. Выражения не подбирают. Но наш поход не остается незамеченным. Появляется мужчина в камуфляже. Я комментировать ничего не буду и не заболеваю заболевать здоровье. Как вас послужит? Я послужила особа. Но далеко незнакомец не уезжает. Мы его встречаем снова. Мужчина как будто следит за нами и кому-то докладывает по телефону. Вот с этого канала. Так, это мое посвящение. Не требует мне вашего посвящения. Показываю ему фото и видео поваленных деревьев, пней. Но он утверждает, все законно. Там молодые дерева и маленькие дерева. Это сутильная рубка, хлопцы. Но в их главную красоту не подошел. Что там стоит, слушается, их не берет. Как не слушается? Хлопцы сначала берут добрый лес, а позабирают. А потом остаются. А как остаются, хлопцы? Что вы говорите, дурники? Вы можете назвать себя имя, прозвище вашего посадка? Мы трогаем Роман Иванович, мастер леса. Позже мы узнаем. Отец незнакомца, главный лесник. А брат работает в местной экологической инспекции. Газда на местном диалекте – это заботливый хозяин. Но похоже, что среди чиновников и работников леса таких мало. Напоследок я встречаюсь с бывшим мэром ближайшего райцентра на Дворной. Михаил Андреевич уже много лет борется с незаконными порубками. Но дело это очень тяжелое. Все прикрываются законом, да и крыша у черных дровосеков надежная. У власти работают люди, которые в Селяково крышуют, извините, за веслевый, прикрывают этот бизнес. Иногда люди видят, как правоохранители на своих личных машинах, или иногда были случаи на служебных машинах, сопровождают колонну с двух-трех потужных тягачей. И прикрывают бизнес не только местные представители власти. Есть патроны и посерьезнее. В Киеве несколько политсил пытаются сделать своего ставленника смотрящим по лесу. А пока война с незаконной вырубкой леса не более чем имитация. И подковерная борьба за незаконный бизнес. Руслан Змещук, Вадим Ревун и Геннадий Потопенок. Подробности недели телеканал Интер.